Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а с вами снова я, Валерия Муратова. Итак, смотрите сегодня. Кому присуждена медаль и премия Поля Дирака 2019 года? Курсы дополнительного образования начинают работу в IT-лицея КФУ. В Елабуге стартовала летняя педагогическая школа. Почетному доктору и почетному профессору Казанского университета присуждена медаль Поля Дирака. Все подробности смотрите далее. Академику Российской Академии Наук, почетному доктору Казанского университета, научному руководителю приоритетного направления КФУ Астровызов Алексею Старобинскому, а также академику Российской Академии Наук, почетному профессору Казанского университета Рашиду Сюняеву и российскому и германскому физику профессору Мюнхенского университета Вячеславу Муханову присуждена медаль и премия Поля Дирака 2019 года. Российские ученые отмечены за выдающийся вклад в физику космического микроволнового фона. Алексей Старобинский и Вячеслав Муханов заложили основные теории инфляции и возникновения возмущений плотности, которые привели к появлению структуры Вселенной. Алексей Старобинский руководитель проекта Российского научного фонда, реализуемого в Казанском федеральном университете. Кроме того, он является активным участником молодежных школ в области космологии и астрофизики, которые с 2014 года проходят под эгидой Института физики КФУ. Рашид Сюняев же предсказал появление так называемых акустических пиков в микроволновом фоне и сделал важный вклад в эксперименты, обнаружившие эти пики. Академик Российской академии наук, почетный профессор Казанского университета является научным руководителем российско-германского проекта орбитальной обсерватории «Спектр-Рентген-Гамма», в котором в качестве наземной помощи со своим российско-турецким телескопом в Анталии выступает КФУ. Медали премия Поля Дирака присуждаются с 1985 года ежегодно 8 августа. Медалью награждаются ученые, работы которых имеют большое значение для теоретической физики. Валерия Муратова, Универ Ньюс. Универ Ньюс IT-лицей Казанского университета начинает набор по программам дополнительного образования. Все подробности расскажем в следующем сюжете. IT-лицей Казанского федерального университета объявляет набор на обучение по программам дополнительного образования в 2012-2020 учебном году. Курсы ориентированы на поступление в IT-лицей и подготовку к ОГЭ и ЕГЭ. Регистрация осуществляется по нескольким направлениям, ознакомиться с которыми можно на официальном сайте IT-лицея. После чего необходимо зарегистрироваться по указанной ссылке. Центр подготовки государственной итоговой аттестации IT-лицея осуществляет запись на занятия по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. С 1 сентября начинают работу подготовительные курсы, ориентированные на поступление в IT-лицей. Валерия Муратова, Универньюс. В рамках 10-го международного фестиваля школьных учителей на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Буревестник» прошла летняя педагогическая школа. Более подробнее смотрите далее. На базе спортивно-оздоровительного лагеря «Буревестник» прошла летняя педагогическая школа в рамках 10-го международного фестиваля школьных учителей. Студенты старших курсов педагогических направлений подготовки в течение трех дней принимали участие в публичных лекциях, деловых играх и профессиональных конкурсах. Каждый ученик – это человек, это личность. У него свои проблемы, у него свои какие-то, ну, может быть, жизненные ситуации. Вот нужно идти как бы к ученику быть ближе. Вот это я хотела донести. И мы старались, чтобы как можно больше показать каких-то практических этих моментов, что им в будущем, что их в будущем ожидает, что можно, может быть, из наших вот этих выступлений взять. Мы не ставили задачу удивить чем-то. Мы акцентировали внимание на актуальности авторской деятельности учителя в плане разработки высокоинтеллектуальных образовательных продуктов, одним из которых является образовательная технология. Студенты не только получали новые знания, но и продуктивно проводили время на вечерних мероприятиях и творческих конкурсах. Мы отметили, что теоретическая база находится на достаточно высоком уровне, и студенты, на мой взгляд, достаточно хорошо справятся и с предстоящей практикой. А школьники со всей республики, неравнодушные к точным наукам, по традиции встретились на летней физико-математической школе. Организаторы подготовили для ребят обширную образовательную программу, включающую в себя практические занятия по решению задач и научно-популярные лекции ученых. Лилия Талипова, Сирена Иванова, Ислам Хамитов, Универньюс. 28 августа к Земле приблизится астероид Хеопса, который входит в список потенциально опасных. Упасть на Землю астероид не должен, а что еще известно об этом небесном теле? Смотрите в следующем сюжете. В конце августа к Земле приблизится гигантский астероид, который входит в список потенциально опасных. Астероид 2019-OO1 диаметром около 160 метров, что почти на 20 метров больше самой известной и крупнейшей египетской пирамиды, известной как Великая пирамида Гизы или пирамида Хеопса. Во-первых, размеры этого астероида, они окончательно неизвестны. Они могут быть от 50 до 150 метров варьируются. Это вот в дальнейших исследованиях, видимо, все-таки выяснится, какие точные размеры астероид имеет. Это во-первых. Во-вторых, он, слава богу, на нашу Землю не планирует упасть. Это очень большой плюс. А в-третьих, он не такой и огромный. То есть, конечно, будут нанесены огромные разрушения, будет этот астероид за собой принесет нам на Землю. Разумеется, будет это зависеть от того, куда он упадет. В океан упадет, скорее всего. Или он упадет на сушу, рядом с населенными пунктами. От этого будет зависеть и количество разрушений. Но биологической жизни Земли не прекратится, потому что этот астероид, еще раз повторяю, имеет не такие большие размеры. По данным НАСА, астероид так сильно приблизится к Земле, что окажется ближе, чем Венера. Однако, по расчетам ученых, астероид пройдет от нашей планеты примерно на расстоянии миллиона километров. Подобные пролеты около Земли астероидов ученые стараются использовать для их пристального исследования при помощи наземных телескопов. Однако, в целом, это весьма рядовое событие для астрономов. Все эти объекты, считается, сделаны из первородного вещества Солнечной системы. И, соответственно, изучение этих астероидов, комет, метеоритов, метеоров позволит нам все-таки понять, как же образовалась наша Солнечная система. Потому что, еще раз повторяю, те теории, которые в настоящее время существуют, не объясняют образование планетных систем около других звезд, то есть экзопланет. Однако, даже если огромный астероид упадет на Землю, он не сможет вызвать катаклизмы планетарного масштаба. Но вот стать причиной локальной катастрофы, к примеру, вызвать сильное цунами, ему по силам. Ученые КФУ разрабатывают метод борьбы терапии рака. Для лечения применяются стволовые клетки. Как они борются с заболеванием, мы расскажем в следующем сюжете. Ученые Казанского федерального университета разрабатывают метод терапии рака с использованием модифицированных стволовых клеток. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС. Проект поддержан грантом Российского фонда фундаментальных исследований. Подход показал эффективность уничтожения клеток нейробластомы. Поражение одной из частей нервной системы, отвечающей за работу внутренних органов. И меланомы, опухоли на коже и иногда сетчатки глаза и слизистых оболочек. Стволовые клетки участвуют в росте кровеносных сосудов, которые питают опухоль. Отдельные элементы метода развиваются по всему миру. Мы комбинируем. Мы и запускаем процесс самоуничтожения в опухолевых клетках, и стимулируем иммунную систему на то, чтобы она начала узнавать эти опухолевые клетки, и используем естественную способность стволовых клеток организма, как ракета с самонаведением, находить даже самые мельчайшие очаги метастаза опухоли и доставлять наш боезаряд в эти очаги. Из-за способности стволовых клеток проникать в опухоль открывается возможность изменить их и направить в пораженные области. Мы, в общем-то, как программисты, отчасти переписываем генетический код клетки. То есть у клетки есть геном, это жесткий диск, условно говоря, а мы можем вставить дискетку с дополнительной генетической программой и изменить работу генетического аппарата клетки таким образом, чтобы она сама производила нужные лекарственные препараты. Подход показал свою эффективность в лабораторных условиях. Следующим этапом будет уже расшифровка более глубокая молекулярных механизмов вот этой вот противоопухолевой активности. Ведь мы исследуем не влияние только одного фактора, а сразу нескольких факторов. А значит, это потребует и более серьезного анализа на молекулярном уровне. В 2020 году авторы работы планируют протестировать препарат на лабораторных животных. Артем Тупичкан, Диана Шилова, Арсений Каримов, Универньюз. На этом наш выпуск подошел к концу. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова